До 1 сентября в регионе разработают программу, которая привлечет молодых врачей переезжать в сёла. Об этом заявили на заседании правительства области. Там же приняли решение о создании фонда защиты прав дольщиков. Кто будет достраивать дома обманутых? Я сам побывал на заседании. В первую очередь на заседании правительства обсуждают перспективы развития медицины в сёлах. Из 659 фапов в области не работают 130 и 88 из них из-за нехватки врачей. Поэтому до 1 сентября разработают программу по привлечению в сёла молодых специалистов. Упор будут делать и на тех врачей, в которых люди остро нуждаются. Как правило, это узкие специалисты, например, офтальмолог, невролог, хирург и другие. И поэтому вместе с областным здравом и медицинским университетом идёт целевой набор обучения студентов с перспективой работы в сёлах после выпуска из университета. Эта программа началась только с 2017 года. И первый выпуск координатуры мы получим уже в следующем году. И 100 врачей тоже уедут в территории. Поэтому здесь, безусловно, и президентам, кстати, дано поручение всё-таки вернуться к вопросу распределения выпускников медицинских вузов. Также прозвучало заявление о создании фонда защиты прав участников долевого строительства. Сегодня это решение приняли. Создан будет фонд в течение месяца. Это в лучшем случае самый максимум по созданию. Срок 3 месяца. Учредителем фонда будет региональный Минстрой. И он будет заниматься достройкой домов, дольщики которых были обмануты. И строительство будет вестись на деньги программы Дом.РФ. С нашей стороны уже было в Дом.РФ направлено предложение по застройке 39 домов. То есть вот то, что мы сейчас заявили на достройку. Это Челябинск, это Копейск, это МИАС. Также на заседании говорили о передаче федеральных земель в муниципальную собственность. В частности речь идёт о Сосновском районе. Там существуют новые микрорайоны. И была проблема, что нету школ. Детей возят в Долгодеревенское. Но автобус забирает школьников почти за 10 километров от их домов. Как раз таки из-за того, что земли федеральные. И ГИБДД не даёт разрешения ездить автобусу прямо к домам школьников. Но теперь эта проблема будет решена. Артур Ишпалатов, Павел Головин, ОТВ.